здравствуйте ребята давно не было видео в таком формате да давно вообще разных видео и разных форматов не было это ваш любимый формат видео ни о чем а что такое видео ни о чем напомню для тех кто не видел это я еду неизвестно куда обычно дальше чем в среднем я езжу то есть далеко так полчаса наверное но мне как раз ехать еще полчаса и видео как называется так что вижу то пою как-то там это еще по-казахски называли вот я забыл в общем что вижу то пою сегодня у нас 23 кажется сентября если не ошибаюсь короче сегодня среда я просто съездил сегодня на работу раз в неделю я туда езжу это не не каждую неделю ну сегодня вот я съездил так себя показать так сказать на других посмотреть возвращаюсь домой особо никого там и не было можно было блин и не ехать ну ладно все равно иногда прикольно покататься тем более я люблю кататься каждый день я бы не стал так ездить потому что нафиг надо в общем-то для того чтобы ехать каждый день дорога слишком как-то длинная ну а покататься чуть-чуть ну почему бы не что могу сказать почитал я ваши там комментарии про всякое разное да из наших путешествий и про том как там где в кузове пикапов что помещается почитал поржал ну некоторые из вас мне пишут мол да не оправдывайся ты перед ними да конечно я не оправдываюсь ребят но контент в общем-то из этого получается неплохой в том смысле что многих сразу бомбит сразу какие-то комментарии появляются да там по поводу короче мол вот да да это все глупости это самый глупый кузов там туда-сюда а я сколько она шрет ну знаете ребят я хочу сказать конечно конечно люди с совком ну давай не в тень мой люди с бывшим советским менталитетом конечно я даже и не рассчитываю чтобы многие как бы все это поняли но в принципе я говорю это неплохая тема для обсуждений можно даже так сказать и для троллинга почему бы нет ну кто-то там написал тебе идиоты все равно никогда не поймут ну в принципе да я согласен с этим ну с другой стороны может быть может быть не стоит может быть называть как бы не согласных идиотами ну в том плане что у всех есть свое мнение единственное назвал идиотами тех кто с пеной у рта это мнение прям доказывает и считает что ну только он прав вот это больше вот таких можно наверно назвать идиотами а так у каждого свое мнение у каждого свои какие-то вкусы у каждого свои желания а кстати еще она этот этот по-моему не полторы тысячи рам это еще длиннее еще длиннее едет о костка я здесь проезжаю я здесь когда с работы еду но сейчас мне не надо у меня три четверти бака а вот в прошлый раз я с работы здесь ехал я заехал на заправку бензин был по 298 за галлон но это как бы чуть дешевле чем на вот у нас в районе например у нас 306 но это настолько небольшая разница что в принципе ну специально сюда я естественно ехать бы не стал полчаса туда полчаса обратно чтобы здесь заправиться ради этих скольки там восьми центов за галлон мне кажется больше потратишь чем чем ты сэкономишь ты больше потратишь чтоб сюда приехать ясен пень что это не стоит того ну так как мне это по дороге то почему бы нет да конечно я знаю куда мне ехать конечно я помню эту дорогу но во первых удобно что телефон в это время заряжается поэтому я его подсоединил машине но во вторых он мне хотя бы покажет если где-то есть там пробки какие-то или чё но вот он мне время прибытия зеленым цветом пишет вернее время сколько ехать это значит что пробок нигде нет вы знаете удобно ездить ну я же севернее этого места да то есть я сейчас еду в сторону нью-йорк-сити туда нью-йорк-сити ехать еще по-моему больше часа на самом деле да но есть некоторые которые даже в нью-йорк ездят и в эту сторону да даже отсюда есть и такие он работу ездит но по-любому как вы знаете основное движение на работу утром идет вот здесь вот в этом направлении в котором мы сейчас с вами едем соответственно здесь пробки там бывают бывают ну в этом месте еще может не такие жесткие но все равно пробки бывают а сейчас пробка вот то что вы сейчас видите это не пробка это просто светофор там был красным сейчас он на зеленый переключился и вот все начали ехать а пробки в основном сейчас противоположном направлении в общем в общем и утром и вечером если мне надо ехать на работу что бывает как вы поняли уже редко да я из дома работаю то я еду против шерсти против основного движения против направленно в противоположном направлении от основного движения автомобильного и соответственно я не стою в каких-то пробках я вот сегодня утром ехал там еще по гарден стейт парковой и тоже увидел пробку навстречу мне потому что на север идет про все часто знаете люди уже по выходили многие в принципе на работу да ну не все конечно но многие бы выходили на работу уже уже всем надоело бояться этого уже к вида бесе знаете только в головах у самых как упоротых а в основном уже всем это все давно по моему же все равно и на работу все ездят в итоге я на работу не езжу но только по той причине что она блин удобнее просто из дома если никто не требует так нафиг это и нужно да а если значит а если начнут требовать только я начну значит искать другую работу потому что нафиг мне такое надо каждый день ездить да там по 25 миль в одну сторону 25 миль у меня в одну сторону то есть ну да я когда-то ездил 25 миль в одну сторону каждый день но это было тогда когда когда еще не было таких возможностей и не было выбора а можно ведь работать из дома и никуда не ездить хотя в то же время место работы у тебя далеко в общем вы знаете все это ковидобесия на самом деле открыла глаза многим на многие вещи которые раньше как ответить видите что происходит не просто светофор а уже вот такая вот пробка навстречу они вот стоят вот все эти машины они еще наверно раза три на красный свет на этот же красный свет на один и тот же постоянность а смотрите сколько еще он их там целая вереница да вот об этом я и говорю ехать против шерсти на работу и против шерсти с работы это всегда приятно ты видишь пробки навстречу а сам кайфуешь и просто хорошо едешь вот я даже чуть-чуть что-то начал превышать сейчас притормозил немножко немного в общем так сказать приструнил коней которых здесь я не помню сколько сколько здесь лошадиных сил в этой машине короче не помню да и вообще пофигу едем мы с вами по 9 дороге как вы понимаете девятое в направлении а в северном направлении они здесь ну так дорог это 1 но ведь иногда даже забором разделена местами местами вот травой просто то есть это как это как скоростная это а는지 скоростной дорога но со светофорами через какое-то через какое-то время через несколько светофоров больше не будет дальше уже по дороге этих светофоров ну до какого-то момент мы с вами будем ехать прямо-прямо и в итоге через вот 4 мили мы с вами попадем на гармон стоит паркой ехать не пишет там чуть больше 20 минут но здесь единственно вот видите красный свет впереди поэтому 4 мили не будет четырьмя минутами как примерно обычно можно считать на большой дороге но чуть больше может там пять минут пишет 38 миль я говорю удобно ставить навигатор даже если ты знаешь точно и четко куда ехать мне просто прикольно что во-первых карту показывает просто так вот вокруг да чтоб что там какие улицы ну забавно смотреть но во вторых я говорю пробками покажет сейчас мы скоро будем проезжать или уже проехали мы уже сейчас проехали город называется мальбору там же в этом городе очень много разных русскоязычных живет там даже есть магазин net cost market это такое известная сеть русскоязычных магазинов с продуктами из бывшего советского союза или похожими которые делают здесь там всякое бывает ну то есть растут стратегически поставили этот магазин значит наших здесь русскоязычных видимо дофига в этом районе они тут все тоже бантуются там mercedes у них bmw дома такие в принципе нормальные дома нормальные это в принципе хорошо mercedes bmw но вы знаете я всегда смеюсь с этого но в принципе короче есть и есть как мы в общем по сути все равно но их здесь много здесь есть и всякие эти садики русскоязычные о которых там были не очень хорошие отзывы от многих я слышал но не будем не будем их называть короче говоря если вы живете в мальбору и ваш ребенок ходит где-то мальбором она лапан вот эти вот районы да и если ваши дети ходят в русскоязычные садики некоторые то я вам советую обратить внимание на то как там как там обращаются с детьми я слышал очень много разного причем из первых рук так что информация проверенная вот так вот господа а проезжать я говорю проехали мы мальборо тауншип здесь еще какие-то там чего-то скоро будет город и и уже город который называется олдбридж дальше будет город парлин это все это все вот здесь это после парлин будет город сервил а после сервил уже будет большой вудбридж то есть это не сана там шкарни по моему где-то короче после сервил для меня фактически уже будет а какую-то часть там боющим будет проезжать а потом вудбридж но не сам вудбридж а какая его там короче его часть другая часть такая вот география в общем говоря такая вот дорога кстати дорога вполне себе приличная практически ну выбоин особо в ней нет нормально в принципе едется а мне кажется мы с вами проехали последний светофор дальше эта дорога идет так как скоростная трасса без светофорная но я говорю это девятая дорога она такая смешанная потому что в итоге это та же самая девятая дорога которая потом выходит там уже в вудбриджи и сливается с дорогой номер один те кто смотрит видео давно вы видели эту дорогу много раз я по ней ездил очень-очень много ну а это вот и и далекое-далекое продолжение гораздо южнее чем чем находится там город вудбридж здесь кстати если свернуть направо здесь живет один мой подписчик и зрители с которым мы общаемся и с которым мы виделись несколько раз так что передаю тебе привет на всякий случай не буду называть имени и тем более фамилии но передаю тебе привет а тут уже уже остается немного вот где-то через мирю я тебя разогнался были на этой машине ребята совершенно разные чувства бывают иногда ты едешь оказывается медленно окажется тебе так классно тебе даже и не хочется разгоняться потому что летит этот корабль так красиво да это реально большой корабль блин летит этот корабль так красиво по дороге плывет и даже нет нет желания это сильно гонять просто едешь и кайфуешь от того что он плавно плывет да а иногда с другой стороны что-то что-то едешь есть вроде кажется не быстро а потом смотришь уже 70 миль в час а здесь 50 ограничений да поэтому пришлось опять приструнить коней не замечаешь вообще конечно знаете именно из-за этого именно из-за этого я часто езжу на круиз-контроле по таким дорогам узнаете ну просто потому чтобы не сильно не разгоняться не хочется чтобы менты тормозили смотрите меня менты тормозили последний раз в 2015 году это я помню точно потому что я помню что я ехал с работы с которой я ушел в в апреле 2016 это значит что это было доме этого это было полно в декабре 15 года или вообще в ноябре в общем чё дождик какой-то что решил в общем меня не останавливали менты уже почти шесть лет я вообще меня ни разу нигде не останавливали не за скорость не за счет какой-нибудь нарушение хотя иногда иногда я бывает по беспределу где-то что-то проезжал может быть где-то что-то нарушал но полиция этого не видела так здесь у нас 55 скорость вот все я ставлю 65 и все и мне все будет скайф я спокойно-спокойно доеду домой кстати уже и светофоров то не будет но да уже там до нашего города я спокойно доеду домой и надеюсь пробок нет но во всяком случае гугловская карта не говорит о том чтобы была где-либо какая-либо там пробка значит все будет хорошо друзья мои так вот что я о чем я говорил я уже забыл о чем я говорил чем дорога хорошая дорога идет себе спокойно интересно а этому можно здесь ехать он же вроде как коммерческое коммерческий считается он ее commercial написано он ей а единственное может быть он увозит какого-то сломавшегося прям с этой дороги тогда может быть это разрешается а так вообще это дорога парку и называется а по парку и за редкими исключениями есть исключение где можно но по парку и не может ездить коммерческий транспорт не могут ездить там все эти дальнобойные фуры грузовики и дамы так далее на этом подобное так что если у вас машина зарегистрирована даже если это легковая машина но с коммерческим номером а такое бывает но вот я знаете я не уверен кстати можно ли это делать или нет с другой стороны я как-то брал в аренду в аренду вен для того чтобы там другу приехавшему тогда из россии чтобы мы забрали его вещи с с авиалинией потому что его вещи пришли отдельно грузом авиагрузом так вот на том вене были коммерческие номера но мне эти сказали там где я брал его в аренду что не без проблем можешь ехать по бэлт-парку и это в нью-йорке да в броквине и в квинси мне сказали что ничего не будет когда-то я брал тоже подобный вен и мы объезжали этот бэлт-парку и специально потому что я не знал можно нельзя и не хотел получить штраф за это точно эти сказали можно без проблем ну я не знаю в общем мы поехали и никто нас не останавливал вроде все было нормально но вообще коммерческому транспорту именно большому большегрузному вот по этой дороге ехать запрещено вообще это это правило общее правило в америке когда дорога называется паркой это означает что дальнобоем сюда нельзя и вы знаете я когда-то это упомянул видео и мне кто-то со мной начал спорить что мол это не так кто-то из дальнобоев как раз таки работающих здесь в америке мол это не так я делал доставки на паркой но всегда существует во-первых исключение если у тебя нет другой дороги то ты можешь если у тебя доставка вот по такому-то адресу не туда другой дороги нет тут и для тебя будет исключение что ты можешь там проехать а еще даже в конце этой дороги на самом юге кейп мэй там где-то начинается что другой дороги тоже нет и поэтому там тоже коммерческому транспорту большегрузному тоже можно по ней ехать но там висят знаки что можно а вот когда ты едешь с юга на север из кейп мэй там ты едешь-едешь а потом на каком-то съезде написано all commercial transport all commercial vehicles must exit here вот как-то так там написано то есть весь коммерческий транспорт должен свернуть с дороги вот здесь то есть дальше ему уже нельзя а дальше он должен ехать по параллельной дороге номер 9 которая там вся со светофорами черт знает что в общем долго ехать но есть такие правила и есть такие исключения чтобы мне не попасть на 95 дорогу мне надо срочно переехать на другую полосу это вот мы проезжаем с вами место на другой стороне по другую сторону вот этого всего узла как раз вудбридж находится а в этом месте встречаются все возможные вообще дороги нью-джерси практически здесь проходит и 95 и 287 и 9 и 1 и 440 которые тоже самое что 287 короче ребят посмотрите на карту вы увидите огромное сплетение дорог почему кстати здесь в принципе удобно жить вот в этом районе вудбридже было очень удобно жить то что ты выезжаешь и ты сразу на любую дорогу с нее из города выезжаешь в любом направлении на север на юг на запад на восток везде ты живешь прямо возле этого узла где встречаются все эти дороги ну сейчас мы живем чуть другом месте да чуть севернее но в принципе тоже ты выехал вот на этот парковый проехал там сколько нам 6 миль что ли и ты тоже вот здесь уже на этом узле и тоже пожалуйста можешь ехать куда угодно так что в принципе все точно так же удобно единственное что до этого узла ну надо лишние там минут десять ехать все в принципе особо не меняет общей картины но кстати мы сейчас проезжаем с вами мимо моей бывшей работы вернее даже мимо двух моих бывших работ я и в одном там здании справа работал и в другом какое-то время тоже работал почти по одному адресу но разные здания так что вот так вот бывает ну а отсюда домой ехать соответственно уже вообще практически ничего не осталось вот такой вот мы с вами путь прошли а вот кстати на другой стороне не знаю в камере видно или нет там сейчас машины стояли тоже не то что стояли вот здесь они уже вроде едут да видите мы с вами проехали прокатились сегодня и в общем-то нигде не стояли все хорошо а на другой стороне там где-то стояли где-то ехали где-то стояли где-то ехали у меня даже google сам показывает что мне на работу ехать сейчас намного дольше если бы я сейчас бы вот поехал вечером намного дольше чем утром утром мне ехать 34 минуты показывает да да блин да что ж ты за клоун да и теперь поехал быстрее а не мог ты газом поддать то сразу вот такие вот клоуны у нас ездят я собирался его объехать так он на мою же полосу и потом только уже газанул смотри теперь газанул поехал вот так вот так потому что если бы я ехал сейчас туда откуда я еду посмотрите что на другой стороне происходит да то есть соответственно мне заняло бы это ну подольше не сильно подольше но минут так наверное на 15 могло быть похуже и подольше так что приятная дорога и вы знаете ну ну жаловаться просто наверное не на что каждый день ездить никто не заставляет а даже когда едешь дорога просто ништяк ну вот так и живем господа и напомню хочу напомнить для тех кто не знает вот это вот одинарная сплошная полоса в Америке означает что не рекомендуется смена полосы но не запрещает этого делать самое интересное да и причем не все это даже здесь знают но если вы откроете интернет и начнете просто просто тупо поиск сделаете по этой теме то вы прочитаете очень много для себя интересного есть двойная белая сплошная полоса вот ее пересекать нельзя а одинарную пересекать можно я вам все это рассказывал в предыдущих видео но далеко не все из вас смотрят старые видео и видели старые видео это было уже много-много лет назад поэтому я просто рассказал вам еще раз напомнил для всех тех кто как бы не в курсе этого дела не в курсе вообще что такое бывает а такое бывает да 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 ну это знаете из той же серии как мне до сих пор до сих пор клоуны из России пишут ах ты повернул налево через двойную сплошную нарушил тебя надо прав лишить ой я ржу с этого ребята ну ладно ладно об этом я уже рассказывал вам по-моему в трех разных видео поэтому эту тему поднимать снова не буду о том что у нас это не нарушение о том что у нас вообще нет такого понятия как мгновенное лишение прав лишает прав вас суд на суде судья после слушания а так чтобы вот на месте прям у тебя собрали еще права такого идиотизма ребят у нас тут нет я помню в Узбекистане у моего папы именно забирали права он потом ездил их типа получать оплатить штраф и получить в ГАИ там права где-то блин вот вот эта дикость реальная была блин ну здесь блин забрали права это значит что их просто отменили то есть они у тебя недействительные бумажка то у тебя остается карточка но права то сами недействительные вот и все это все что означает забрали права то есть любой полицейский остановив тебя сразу пробьет и ему покажет в базе данных что твои права недействительные вот никто у тебя физически прям самую карточку прав не заберет а там вот я помню забирали забирали права и надо было потом идти и куда-то там что-то кланяться где-то что-то платить и ждать в очередях и чтобы короче тебе их отдали в общем вот такие дела господа всего вам хорошего наговорил я вам много небось на полчаса или там на сколько так что до свидания и всего вам доброго пока